День добрый, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте представить наш опыт лечения опухолей костей таза с использованием протеза типа люмик. Показаниями к выполнению межпоздошно-брюшных резекций в нашем случае мы используем классификацию Эйникина от 1978 года. В данном случае поражение костей таза на уровне П2А плюс-минус П1 и П3 по данной классификации является показанием к выполнению данного объема операции. В нашем отделении с 2006 по 2016 год выполнено 22 межпоздошно-брюшных резекций. Из них с 2006 по 2012 9 операций без замещения дефекта. И в 2012 году у нас появилась возможность устанавливать протезы люмик. Поэтому с 2012 по 2016 год выполнено 13 операций с использованием эндопротеза данного варианта. За 5 лет, как я сказала, установлено 13%. Из них в 2012 году было одно протезирование. И с 2013 по 2016 по 3 операции ежегодно. Пациенты примерно одинаково делились на мужчин 7, женщин 6. По возрасту основная масса пациентов распределялась в возрасте от 17 до 50 лет. Назологическая характеристика хондросаркома была в 7 случаях. Хондробластическая остеросаркома-1 случай, саркома-юинга-2. И по одному случаю леомиосаркома, метастаза рака желудка в левую подвздошную кость. И асептический некроз с переломом костей вертлужной впадины на фоне предшествующей лучевой терапии по поводу метастаза рака почки. Отдаленные результаты прогрессирования у 5 пациентов. Из них основная масса пациентов с отдаленными метастазами. У одного пациента местный рецидив плюс отдаленные метастазы. Из них умерло 4 пациента. Гнойно хочу остановиться подробно на гнойно-септических осложнениях, потому что в раннем послеоперационном периоде у трех наших пациентов произошло нагноение эндопротезов и формирование свящей на фоне обширных краевых некрозов и вторичного заживления ран. У одного пациента только после выписки в поликлинике по месту жительства выполнено дренирование ложе эндопротеза. И данная ядерогенная ситуация привела к его вторичному инфицированию и формированию свяща. Поэтому я считаю, что этот случай в принципе не объективно считать как наше осложнение. В данной ситуации ранний послеоперационный период мы посчитали, получилось 23% гнойно-септических осложнений. И в отсроченном периоде у двоих пациентов на сроках 2 года и 3 года после операции также произошло инфицирование ложе эндопротеза, видимо, на фоне предшествующих сером, формирование свящей. Выживаемость эндопротезов. У двух пациентов в связи с гнойно-септическими осложнениями выполнены операции по удалению эндопротезов с формированием неоартроза между опилом бедренной кости и подвздошной кости. Четверо пациентов в данный момент находятся под динамическим наблюдением с удовлетворительной функцией конечности и вяло текущим воспалительным процессом в области эндопротеза. Функциональные результаты. Четыре пациента ходят с опорой на костыли. У четверо пациентов без дополнительной внешней опоры. И у пяти пациентов периодически используют внешнюю опору в виде трости. Хочу представить несколько клинических примеров. Пациентка 25 лет, хондробластическая остеосаркома, кости и таза справа, Т1, Н0, М0, Грейт 3. Через год после операции рентгенограмма и ее функциональные результаты. На данный момент. То есть пациентка удовлетворительно пользуется своей конечностью и ходит без внешней опоры. Следующий случай. Пациент 39 лет, хондросаркома правой подвздошной и седалищной кости, Т2, Н0, М0, Грейт 2. Это после операции сразу рентгенограмма, через два года после операции. И его функциональные результаты. Выводы. При резекциях с удалением тазобедренного сустава в выполнении эндопротезирования позволяет быстрее реабилитировать пациентов с изначально хорошей функцией конечности при увеличении рисков после операционных осложнений. Окончательное решение должно быть принято индивидуально с учетом планируемого специализированного лечения и онкологического прогноза. А также при планировании резекции с эндопротезированием необходимо тщательно подходить к выбору пациентов как по сопутствующей патологии, так и по перспективе их дальнейшей реабилитации. А в случае возникновения гнойно-септических осложнений возможно принятие решения об удалении эндопротеза с переводом в классическую межподвздошно-брюшную резекцию с опорой обедренной кости на опилподвздошной кости. Но мы позволили себе задаться вопросом, это не окончательные выводы, потому что сравнение функциональных результатов без эндопротезирования и с эндопротезирования при межподвздошно-брюшных резекциях в сравнении с этим получилось так, что использование замечающей конструкции при резекции с удалением тазобедренного сустава, конечно же, уменьшает сроки реабилитации, улучшает функциональные результаты лечения в ближайшем послеоперационном периоде. Однако резко увеличивает количество гнойно-септических осложнений. Резекция с удалением тазобедренного сустава без использования замечающей конструкции влечет за собой длительный реабилитационный период, но постепенное и стабильное улучшение функциональных возможностей с относительно небольшим количеством гнойно-септических осложнений. В связи с этим позволю себе один еще пример, клинический случай. Пациент 17 лет с опухолью левой блонной седалищной кости, которому выполнена классическая межподвздошно-брюшная резекция без замещения дефекта, с формированием неоартроза между опилами бедренной и подвздошной кости. Через 9 лет после операции у него удовлетворительный результат, и он ходит без внешней опоры также. В связи с этим у нас появился вопрос, требующий решения, как правильно выбрать глурумпу пациентов, которым показано эндопротезирование при межподвздошно-брюшных резекциях. Возможно, использование биологически адаптированных протезов в будущем нам позволит резко уменьшить количество гнойно-септических осложнений, но в данный момент, на мой взгляд, этот вопрос стоит достаточно остро. Спасибо за внимание. Спасибо, Дульфия Альгарна. У меня вопрос, ответ по поводу вашего последнего слайда. Вы знаете, есть такие операции, когда производится фиксация крестом чулка трувира к опилу подвздошной кости, и туда фиксируется эндопротез биполярный, без люмика. Тем самым, особенно у молодых пациентов, достигается компенсация укорочения, хороший, очень хороший функциональный результат. Вы, по крайней мере, немецкие коллеги показывали, известна такая операция. Ну, у нас в нашем отделении такой операции не выполнялась, поэтому я вам ничего сказать про это не могу. У нас одна операция подобная выполнена, но, к сожалению, у больной через два года был рецидив, но, тем не менее, функциональный результат у нее был хороший. Это вот как альтернатива может быть. Люмику с меньшим количеством осложнений, поскольку не перфорируется кость, поскольку достаточное количество тканей, риск вывиха-подвыха при правильном послеоперационном периоде, он минимальный. Вот как вариант. И у меня, соответственно, возникли вопросы. Вот вы говорили только об инфекционных осложнениях. А были ли у вас кровотечения, тромбозы, вывихи? У одного пациента был вывих, кровотечений не было ни у кого, и тромбозов тоже. И достаточно частое, скажем так, осложнение – это анатомические особенности пациентов тонкие кости и перфорация, соответственно, кортикального слоя подвздошной кости при установке ножки. Были ли у вас такие осложнения? Нет. Не было. То есть все по центру располагались, все было четко совершено? Ну да. Дамечательно. Так, еще вопросы. Были ли у вас в клинической ситуации, когда приходилось ножку люмика устанавливать в боковую массу крестца? Два пациента, у которых достаточно высоко пришлось резиденцировать подвздошную кость на уровне P3, да, у нас пришлось нам в боковую массу крестца устанавливать данную ножку. Да, пожалуйста. Спасибо большое за сообщение. Скажите, пожалуйста, вы применяете ректабдоминальную лоску для закрытия дефекта? Нет. Мы двукратно пользовались замещением, укрытием эндопротеза сальником. В одном случае нам эта операция удалась, во втором случае сальник некротизировался во время операции, поэтому пришлось от этой идеи отказаться. Еще вопросы? Будьте любят, по тем двум случаям, когда, как вы считаете, септические осложнения, через два года после операции, откуда они взялись через два года, как вы считаете? Там действительно была инфекция? Были найдены микроорганизмы? Ну, инфекция была. Я так думаю, что инфицирование, возможно, произошло в результате воспаления серома предшествующей. Ну, как вариант. Ну, ведь откуда она должна взяться, потому что там формируется капсула. Какой-то контроль за эти два года за состоянием тканей вокруг конструкции вы применяете? Потому что на классической компьютерной томограмме этого можно не заметить, там большое количество артефактов. Вы правы, что на компьютерной томограмме нам это трудно будет отслеживать. Нет, у данных пациентов визуально, то есть при обследовании, признаков того, что вот должно случиться воспаление, предшествующего не было. Причины воспаления на таких сроках, если честно, я вам объяснить не могу, но в принципе, учитывая, что состояние эндопротеза достаточно длительное время и наличие каких-то эндогенных инфекций, вполне возможно вот на этом фоне воспаление. Михаил Юрьевич хочет дополнить. Надо бы знать, потому что... Вот Михаил Юрьевич, серьезно, наверное. Поскольку я являюсь автором доклада и все эти пациенты, я их всех видел, то есть 2 и 3 года было абсолютно стабильно, то есть явных каких-то жидкостных образований, небольшое количество жидкости по данным УЗИ там наблюдалось. Но, скорее всего, что это какое-то эндогенное инфицирование, потому что один больной четко указывал, что анамнистически за короткое время до этого была какая-то тяжелая ангина. Спасибо. Так оно и есть, скорее всего, потому что простудные заболевания, тяжелый грипп, иммуносупрессия организма, дремлющая инфекция, инфекция, которая пропотевает, скажем так, через толщу толстой кишки, мы знаем, она может тоже активизироваться. Факторов достаточно много. И это известные вещи, когда в отсрочные сроки возникают инфекционные сложности. Я думаю, что в этих случаях есть достаточно несложная профилактика дезинфекционного отказания и последующего лечения. Если есть правоцелующий фактор, не подида, первое, не подида, не подида, не подида. Ну, надо поисследовать ситуацию вокруг инфекции. Если там, если она наказывается, если сидит на две просторы, для начала, хотя бы, пропустирую, полотонии. Дело в том, что у одного пациента, извините, я вот отвечу на данный вопрос, у одного пациента, у которого возникло нагноение в сроке 3 года после операции, у него так ситуация и развивалась. То есть возникло накопление жидкости, и пациент обратился в поликлинику по месту жительства, и общие хирурги вскрыли ему это. И инфицировали, соответственно, вторично. Давайте мы продолжим дискуссию несколько позже, потому что у нас есть определенный временной лимит, рамки.